Миллион «Росатома» – один из самых массовых конкурсов госкорпораций. Он проводится с 20 августа по 20 сентября в 20 городах атомной промышленности России в рамках социального проекта «Росатом вместе». Его цель – вовлечь жителей городов присутствия госкорпораций в вопросы и проблемы социального развития территорий. Это потрясающий конкурс, потому что наша госкорпорация не просто заботится о людях, а заботится еще и о среде их жизни, то есть о городах и их пребывании. И выделяет деньги не только на работу, но еще дает возможность людям самим выбирать, на что потратить деньги. Но не просто дает, а дает их активным людям, тем, кто готовы бороться за то, чтобы и город развивался. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, достаточно иметь под рукой смартфон и 15 минут свободного времени. В случае победы потратить выигрыш город сможет на образование, медицину, досуг, предпринимательство, обустройство городской среды, экологию, культуру или спорт. Голосование проводится в приложении «Гражданин страны Росатом». Все очень просто. Скачивается приложение, и в этом приложении нужно просто выбрать, что вы хотите, чтобы развивалось в вашем городе, и предложить, как вы готовы сами поучаствовать в этом развитии. Конкурс проходит в несколько этапов, и на первом этапе, который идет сейчас, необходимо, чтобы участие в голосовании приняло более 10% жителей нашего города. Потому что если нас будет меньше, наш город просто вылетит из этого конкурса. И не менее 10% из проголосовавших должны ответить на вопрос, чем я готов помочь своему городу. То есть результат конкурса напрямую зависит от активности жителей. Приложение «Гражданин страны Росатом» можно скачать и в App Store, и в Google Play. Когда Максим Нихаев узнал о конкурсе, не смог остаться в стороне. Скачал приложение, выбрал интересующую сферу и оставил комментарий, на что необходимо потратить миллион. Я голосовал за сферу досуг, детский досуг. То есть я предлагаю создать новые площадки для детей, для того, чтобы они отдыхали, развивались и получали большое удовольствие. Я хотел бы старый район немножко усовершенствовать, там Силкино, озеро Боровое. Вот этот район, я считаю, что остров нуждается в новых площадках, хороших, качественных, современных новых площадках. Второй этап голосования пройдет с 1 по 31 октября. В нем жители города смогут определить направление расходов 1 миллиона в рамках той сферы, которая была выбрана на первом этапе голосования. Но до него нужно еще дойти. А для этого необходимо уже сегодня скачать приложение и принять участие в голосовании. Потому что именно ваш голос может стать решающим. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.